Время вытяжки делается так. Загораются две лампочки. Это уже все склеено. Очень крепко и надежно. Здесь у нас комната электрики. Тут находятся всевозможные электрические части. Кемплики, руты, провода и так далее. Инструмент кое-какой. Здесь находится мой офис. Здесь, конечно, чуть-чуть, после вчерашнего отмечания Рождества, еще не успели чуть-чуть прибраться, но ничего. Вот твоя чашка, да. Узнаете, да? Вот. А вот доцеприимая тщательно с нашей станции. Это огурцы. Вот. Можете полюбоваться. Все-таки есть один. Вот вчера я Василию один отнес. Вот. На субботу. Вот. Ну, на следующий годишь в субботу и верстит. Ну, уже они старенькие. Им уже, это, с июня месяца. Уже больше еще полгода. Ну, наверное, штук 20, наверное, снято. Да, как можно, даже больше. Ну, вот. И компьютер. Да. Компьютер. Старенькая печатная машинка. Старая печатная машинка, которую я освоил немножко. Здесь я пишу письма домой. Да. Так. Все. А вот. А закупите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Слушай, как-то не так поразал. Да. Извuth офиса остался тоже офис Андрюша нашего верхнем зоне. Сегодня воскресенье, поэтому все отдыхают. Свет просползлись. Да. Вот здесь у него, вот это его основное рабочее место, где он занимается своими обработками и так далее и тому подобное. Но основная его татура находится на удалении. Вот здесь эта комната контроля только. аппарат который включает задачи контрольный датчик изменение компонент электромагнитного поля земли здесь а само здание где установлены эти датчики расположена на метров 800 от станции там специальный дом типа термоса здесь также другая аппаратура его используется для измерений для контроля для тестирования у нас спортивный сектор поэтому тут различные элементы типа альпинистского снаряжения и тогда совмещает приятное с полезным более подробно там потом придет и последний два лыжная комната все мячи и лыжи низкое снаряжение различные обороны и такие посты огнетушители в этой части в том что до концевая комната здесь же находится обязательно целый набор всех огнетушителей специальный тряпка для тушения дергать я не буду дергать его там потом не сворачивать там специальная тряпка азбестовая она не горит так ты обзора на чем-то что здесь автоматическая модульная которая выдает 8-9 параметра каждую секунду то есть они обновляются на экране каждую секунду и каждые пять минут идет запись всех параметров на сейчас у нас высок 1 и каждый час запись идет тоже все это потом накапливается и в конце месяца выдается итоговая таблица распечатка из тех среднемесячных максимальных минимальных в общем вся статистика здесь заложена уже датчики находятся на метеоплощадке в 90 метрах отсюда все датчики там же находится еще одна автоматическая станция вальсила это в назначении конечно мы не знаем куда направлять информацию комиссии антенна судя по всему она куда-то через спутник отправляет ее но мы к ней не имеем права прикасаться потому что есть специальный пакет у нас ключом от той станции которую мы должны доставать только в присутствии представителя британской антарктической службы вот ну работает не очень легко это вот эти данные это самый длинный наряд да да 47 точно такая же станция находится в кембридже британская антарктическая служба и точно такая же станция находится на холле используется в процессе работы а это еще для приема фотографии со спутника нашего района то есть постоянные спутники но 12-14 американских которые торчат над нашим районом постоянно и периодически мы с ним берем информацию но дело в том что мы и пока не пользуемся потому что у нас есть аппаратура о которой Олег узнает лучше которая принимает фоксимильные карты прогнозная также анализ приземный в радиометцентре в Чили и эти карты довольно точные потому что чилийцы хорошо знают этот район и мы ими пользуемся прогнозирование для себя чтобы узнать когда будет сильнее ветер там изменение погоды этим можно пользоваться на принципе что она еще она ничего не дает потому что в большинстве случаев здесь здесь около 300 дней в году смешная облачность так что тут нет просто в облачности и ничего существенно дать не может у них не было аппаратуры для приема фоксимильных карт так что нам в этом плане лучше у нас больше возможности а ты по самому пошли на озон покажете что же озон снимает потому что никого застать не может сейчас я кстати сиди на восторге нет они устроятся так просто я знаю что это просто железка вот это есть тот самый прибор с именем дафни женский номер 31 уже которая была открыта на этой станке городей так называемая озоновая дыра то есть это очень моменты в течение года когда бывает очень тонкий слой озона в атмосфере значит здесь она была открыта вот это исторический прибор это азонометр добсона электроспектрофотометр добсона значит их всего в мире около сотни каждый имеет свой номер и свое имя нашу ну работать с ним очень легко и даже не буду рассказывать как но каждый значит мы по очереди дежурим три человека два метеоролога и геоседик вот открывается вот это вот отверстие вверху и в любую погоду вот сейчас был дождь открывается приемник вот здесь вот приемное устройство оптика и делаются измерения потом эти измерения отсчеты по этому лимбу доносится в компьютер там специальная программа с помощью компьютера рассчитывается туже мгновенно фактически вот сегодня уровень озона 255 единиц добсона а сколько нормально там ну в наших широтах вот где мы живем там норма примерно 350-400 то есть сейчас меньше но эта вещь она очень скачет в течении дня в течении месяца в течении года подохнем скоро? не, не важно еще наоборот дезинфекция хорошая ультрафиолет больше проникает ну вот так вот а вот это вот смотри это старинный такой аппарат вот это? ну да это еще а это дело в том что вот там находится у нас водомерный пост на нем находится два водомерных устройства одно из них устройство из пругмановской обсерватории английской так вот это вот здесь фиксируется каждый час нет каждый раз в сутки по-моему в 11 часов в гринне фиксируется уровень распечатывается за сутки за сутки распечатывается уровень это прилеватливость да, привилки уровень моря океана это пругмановская пиво а там в самом В этом вот нашем помещении еще находится и измеритель уровня океана Монро. Так что там два. Это в данном случае Прудмонский. Он выведен сюда, в эту лабораторию. А зоновое наблюдение проводится по специальному расписанию, которое рассчитывает компьютер для каждого месяца. Вот здесь84ение время производства обязательных наблюдений. Вот время производства специальных наблюдений, когда чистое Солнце и когда Чистый Зенит. То есть есть три разные схемы наблюдений. В данном случае у нас сейчас пахмана, мы работаем по этой схеме. Если бы было Солнце, мы бы работали по этой схеме. Если бы в Зените было ясно, безоблажно, мы бы работали по этой схеме. более учащенный тут же прямо на выходе мы сейчас на втором этаже находимся точно такие же помещения это вот полностью второй этаж идет используется как склады продовольствия и запасные части мы туда подниматься не будем потому что там просто так может обзор наглянем количество запасных частей там все забито буквально ими вот здесь вот специи находятся так сказать такой небольшой склад продовольствия тут же находится видите они тушители обязательно и вот сейчас сзади немножко развернется вот как раз пароля который за это вот это очень слабо когда он будет так слышно по всей станции их несколько установлены по кругу и тут просто будет все километров на 10 в округе и вот такой принудительный если таскать не сработала друг сигнализация на дым но человек заметил то он может стукнуть по стеклу и тогда все это заработает уже в принудительном порядке тоже все сбегутся все погасит и все пойдем в историческую часть нашей станции так вот выйдя из офиса визу этих помещений мы переместились в историческую часть здания здесь находится вход на второй этаж где мы расслабляемся каждый вечер нас встречает пенгин коля коля потому что был сделан но здесь же достопримечательностью вернее функциональным помещением является вот эта дверь открываем и заходим если у нас находится помещение где стоит опреснительная установка вот это вот и баки с пресной водой и здесь находится вот сейчас работает это котлы нагревательные котлы автоматические ну начнем с воды станции нужно в сутки где-то около двух тонн воды на все наши нужды там на мытье пологру посуды так далее и тому подобное мы этой установкой не пользуемся потому что есть рядом озеро и нам гораздо проще качать воду из озера пресного очищать его чем делать из соленой воды хотя и установка работает но она таком состоянии что не очень пришли от не испортит ну и автоматические котлы не поддерживать температуру 22 градуса на станции стоят датчики специальные автоматически но включается выключается здесь находится вот бойлер бойлер это отопительная система это самая низшая точка отопительная система температура воды особенностью является то что все вся система сделана из меди меди бронза вот бронзовые краны медной трубы это вот так сказать действительно особенность и поэтому нагревается система очень быстро практически за полчаса станция уже обогревается пожалуй это и сердце выходим ну а почему эта комната называется исторически потому что здесь берет начало фотографии с 1961 года здесь на стене у нас положены фотографии всех участников экспедиции на эту станцию сейчас мы будем подниматься выше и посмотрим все это дело кроме того на этой стене находятся подарки от посетителей от туристов там доски и так далее пошли это самая первая фотография и дальше пошли рядами 63-й, 4-й, 65-й, 65-й 3-й и 4-й каждый год фотография тоже пошли 94-й, это еще англичане а вот это уже наши 96-й это вот наша первая 96-й, 97-й вот здесь дальше просто места уже нет, поэтому переместились сюда вот на 97-й год ну и скоро здесь появится уже и наша фотография скорее всего она будет здесь висеть вот на другой стене вот здесь вот 98-го года ну опять же я хочу обратить внимание на звонок пожалуй трибуни вот 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 сейчас нет в прошло время не обеден нужно специи находится холодильник расходный вот написано все все написано все видно непосредственно сама тут особо показать печка одна потом вторая печка керосина если вдруг не будет энергии что можно топить керосином и готовить на этой печке на керосину а историческая на всех английских базах стоит вот такая печка обязательно для порядке и она отработана так что и по моему же лет двадцать или тридцать но она работает очень хорошо тут еще притернется 3 набор посуды холодильник печка обязательно каждую пятницу мы чистим в большом порядке но одежурно еще каждый день обязательно честь может выбирать вот на выходе из кухни тут веревочка висит она была видна тут оригинальное решение для входа на верх открывается и на втором этаже находится просто продукты типа консерву там соки его вода так далее сейчас такой убранцы потому что мы снимаемся у нас десятое число скоро старый новый год после этого бомбер здесь это находится главный информационный центр здесь все приказы тут данные за последние зимовки там статистически так далее карта доска объявлений здесь же находится на цели статистику по кругу это понятно тут же дальше вечерний кинозал где у нас проходит кинозал в этом помещении мы снова убираем смотрим кино у нас сейчас больше 500 кассет наверно еще одно английский старый очень много хороших кассет тут все это вот этот набор потом есть за елочкой тут это документальный фильм сборник дебиси мир и природа живущая планета как летают аэропланы такого образовательного уровня здесь на английском языке но правда все уже получились язык как-то так выучили немножко проблем не возникает старый телевизор отлично работающий здесь все все для нормальной жизни отдыха тостер набора и там чего кофе и шоколад и так далее холодильник посуда микроволновка тут я просто называю здесь же находится аксессуары для субботних посиделок это вот такие дощечки английские такие рисунками лошадки всякие тогда кроме того здесь же на китайские палочки у меня тут по имени не ел ни разу не пытался и также набор возможных ножей вилок ложек стакан автоматический нагреватель все пожалуй здесь все у вас спиртной никто не закрывается вот он стоит пожалуйста вино водка рядом же молоко если это сказать если кто хочет пожалуйста может вот здесь главный вход достопримечательностей ворота и бар название осталось то еще от англичан потому что эта история и пожалуй это самая историческая самая интересная часть нашего здания зайдем и насладимся вот этот бар самый знаменитый самый знаменитый бар вообще наверно в Антарктике о нем многие знают вот тут рассказывается нечего сейчас варентину обзор нам делать фотографии все это еще от англичан осталось это действительно вещи которые висят те лыжи палки копья это все исторические исторические материалы осталось старенький динам комплекс с колонками отличными отличный звук вот здесь огромная библиотека виниловых пластиковых пластин еще там я чан начинаю 60-х годов остались в пластинки популярная музыка здесь классическая музыка холк различный здесь всякие игры если у кого есть желание поиграть там монополию там лично не будет вот здесь все это свалено но мы не особо играем в этом не используем а пластинки слушать удовольствие тут у нас любимые пластинки стоят дисков конечно поменьше но тоже и диски есть без всяких дисков здесь здесь вот сам борт непосредственно зайдем в батаре по стране вот сам бар тут холодильник небольшой джентроник там виски стоит еще что такое всякое стаканчики различные там под вино под водку и так далее кофейные наборы на вот здесь здесь находится устройство отбора банки пивные когда пиво появляется утилизации пивных банок вот такое устройство потому что раньше англичане сортировали банки железные и алюминиевые так сказать их по-разному сдавали здесь же баре вот находится книга посетителей этого книга она была еще сделана самая первая фотография 1961 год но из тех лет здесь потихоньку заполнялась она заполнялась последняя запись ней 6 января 99 года это нас посетил корабль как она назывался эксплорер назывался вот это вот здесь записано в баре тоже находится вот это достопримечательность счет англичан осталось такое обычай что если женщина девушка нет вопросов но понятно что люди здесь долго находятся без женского тепла поэтому вот кто из посетителей оставляет здесь часть свою женского туалета тому баре совершенно бесплатно отпускается все что она пожелает ну это все происходит весело и вот наша экспедиция здесь уже 33 предмета 3 предмета уже добыла для наших следить вот я уже говорил что все свободно здесь вот сейчас перистов стоит просто у нас вчера было платье вечерняя поэтому двину уже сняли водка еще есть 40 грамм будете мне спасибо я при исполнении закуска есть 6 не желание желание особого нет но состоит надо попробовать вот проходит чемпионаты по здесь по бильярду а сейчас мы работаем на сражаемся с розыгры с англичанами в шахту здесь ситуация нас стоит мы ожидаемся следующего фото англичан но они уже проекта все ясно следующая дверь это понятно написано что за южный магазин в этом сезоне просто здесь находится мы сложили товары сувениры для 300 и сувениры как которые официально представлены то есть это футболки так и неофициально зимой делать особо было нечего поэтому занимались изготовлением сувениров различных чисто на пиво так скажу и людям приятно и нам тоже интересно весело а вообще это здание это в смысле эта комната это библиотека здесь вот фильмы находятся внизу около 300 фильмов которые привезены были за три года сюда уже наши с переводами и библиотека здесь да на выбор сейчас берем вот так вот пожалуйста world magazine и так далее тут все по мотоциклам по яхтам ну это вот новый мир вот это наш потом книги огромное конечно national geographic это самая любимая наша рубрика здесь перечитала уже все все перечитали все не знаю английского сэндвичи пересмотрели точно так не делал вот здесь мы пожалуй закончим экскурсию по станции а теперь просто выйдем сейчас уже на улицу посмотрим какие здания там стоят еще и обзор наглянем они вот сейчас 1 прямо из бара у нас есть дверь мы сейчас выйдем и посмотрим что у нас там видно здесь мы выходим прямо непосредственно к спутниковой антенне вот она стоит здесь мое хозяйство там и лезть не будем но на горизонте видим это первое здание вот такое красно-коричневое это здание где находится снегоходы дальше вот черт антенна стоит и черное здание это запасная аварийная база мы туда сейчас подойдем и дальше хозяйство андрея залезовская нашего геофизика это вот там белый домик один белый дом 2 там находится его аппаратура его рабочие все больше зданий здесь никаких нет на станции вот это собственно есть сама станция академик вернадский а дальше начинается уже территория непосредственно антарктида природы мы туда подойдем там еще исторически будет на горизонте вот видно находится старая английская база старая база фарадей она сейчас используется как музей чуть позже мы туда придем и посмотрим как там раньше жили зимовщики на верхней части станции так чтобы обзорно показать вот флаг внизу там находится фрубановская лаборатория это приливы и отливы которую слава нам рассказывал вот и рядом площадка метео вся полностью здесь находится во первых антенна ионозонда вот эта большая ром направлены вверх и дальше вот метеоплощадка уже непосредственно там белый домик это с термометрами датчики стоят там так далее и тому подобное туда каждый каждые три часа они ходят снимают данные дополнительно вот дальше если смотреть здесь прямо рядом метеоплощадки расположена у озера с пресной водой это которая вот мы используем для питья после фильтрации вот черная линия это вот шланг лежит забираем воду прямо непосредственно у камня там в этом году было очень тепло и мы практически целый год воду пили отсюда из озера дальше там видно вот андрея два здания андрея мы туда не будем ходить потому что там очень критично появлению людей то нужно ходить без металлических предметов запасная база сейчас мы туда подойдем домик со снегоходами там же находятся кстати старые собачьи упряжки потому что на станции до 75 года были собаки их увидим чуть позже вот антенное поле посредственно справа начинается антенное поле там очень длинная веревка сейчас лежит а не видна очень тонкая поэтому она длинная где-то длиной около метров 600 700 это длинный провод антенна одна и мачки вот одна вторая треть это вот мое хозяйство радио хозяйство радио офиса это вот антенны поля вот сейчас вот непосредственно станции это вот антенна белая прямо непосредственно это антенна gps а global system position то есть спутниковая привязка спутнику все аппаратуры дальше вот антенна спутниковой связи которая скоммутирована на мой офис на офис радио на радио офис дальше второе здание станции то есть спальные помещения и так далее ну и видно что дизельная дальше и конце концов последнее здание здесь как вы раньше не говорили это наша баня мы туда чуть позже зайдем посмотрим баня сауна прямо оттуда с помоста прыгаем в океан и там плещемся после хорошей бани вот но теперь Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Делается приблизительно так. Можно запустить ее, конечно, и от стартера. Делается приблизительно так. Смотрите продолжение в следующей серии.